Сегмент ГЛОНАСС Сегмент ГЛОНАСС-К Сегмент ГЛОНАС-К Сегмент ГЛОНАС-К Сегмент ГЛОНАС-К Сегмент ГЛОНАС-К Сегмент ГЛОНАС-К Сегмент ГЛОНАС-К События, произошедшие 12 августа 1944 года, являются самой трагической страницей внутренних конвоев в истории Великой Отечественной войны в Арктике. В Республике Коми зарегистрирован первый арктический туроператор, который займется продвижением туризма в Заполярье и соседних регионах, в том числе и продвижением нового бренда Воркуты – «Снежной Королевы». Предлагается сделать персонаж символом города и заняться его продвижением. По мнению сотрудников Центра арктического туризма в Воркуте, отрицательный персонаж из одноименной сказки Ганса Христиана Андрессона нужно сделать добрым и построить в городе замок «Снежной Королевы». Ранее сообщалось, что в конце прошлого года в Воркуте уже прошел конкурс на лучший макет замка «Снежной Королевы». Его организаторы отмечали, что в этом арктическом городе имеются идеальные условия, чтобы построить ледяной замок, организовать катание на северных оленях и придумать всевозможные развлечения для туристов. В Архангельске откроют музей арктического плавучего университета. В экспозиции будут представлены многочисленные находки участников экспедиции, исторические артефакты и интересные объекты флоры и фауны Арктики. Это и уникальные породы, и останки животных, и интересные предметы быта. Кроме задач научно-образовательного характера, проект преследовал цель помочь студентам и преподавателям прикоснуться к Арктике. А это значит увидеть частички Арктики. Так что сбор артефактов и других интересных образцов проводился очень активно на каждой точке. По итогам экспедиции список находок насчитывает 52 пункта. Среди находок имеются кости разных животных, хорошо сохранившееся яйцо гаки, образцы гранита и кварца с острова Сосновец, а также гербарный материал. Кроме того, участники экспедиции обнаружили свидетельства советского присутствия в Арктике. Это старая каска, фуражки, радиолампы, солдатский котелок, плакаты воинской части. В библиотеке военного гарнизона на мысе желания были обнаружены тома и собрания сочинений Ивана Тургенева со штампами полярной станции. Во время одной из высадок на заброшенном радиомаяке был обнаружен аппаратный журнал с записями сотрудников. На Матвеевом острове он хранился около 30 лет, однако прочесть журнал вполне возможно. Речь в нем идет о добыче кварца, которая велась в арктической зоне в советское время. Его использовали при строительстве московского метрополитена. Собранные образцы будут представлены в музее. Каждый предмет будет сопровождаться информацией о том, где, когда и кем он был обнаружен. Предположительная экспозиция откроется до дней Арктики в фюрале 2016 года. Напомню, экспедиция Арктический плавучий университет проходила на борту научно-исследовательского судна «Сев Гидромеда» профессор Молчанов с 1 июля. Спустя 20 дней она вернулась в порт Архангельск. На борту плавучей лаборатории работали 58 человек. 14 оленей-хоров. Такой необычный подарок в честь Дня оленя сделала колгуевским оленеводом администрация Неницкого автономного округа. Животным предстоит восстанавливать стадо после массового падежа. За два года на Колгуеве от голода погибли несколько тысяч голов. Перевозили северных животных спецрейсом на вертолете. Они терпеливо ждут своего отправления. Вальяжным красавцам навсегда предстоит поменять место жительства. Из семейно-родовой общины Варк олени перевезут на остров Колгуев. Сотни километров. Полет займет почти час. Поэтому все это время за состоянием животных будут пристально наблюдать ветеринары. Вот так-то нормально нужно перенести все. Надеюсь, что все обойдет. Далее немножко. 14 голов. Ребята, дружно. Взялись. Сам полет напоминает целую спецоперацию. Ведь в последний раз в Ниницком округе олени поднимали в воздух примерно 30 лет назад. Тогда наблюдался обратный процесс. Животных забирали с Колгуева и доставляли на так называемую Большую Землю. Сегодня все наоборот. 14 оленям уникальной ниницкой породы на острове Колгуев предстоит восстанавливать стадо после массового падежа. Эти кадры были сделаны в марте 13-го. Истощенные от голода, олени буквально падали друг за другом. По мнению специалистов, к массовому падежу тогда привело отсутствие корма на обледеневших пастбищах. Но существует и вторая версия. Последние 7 лет на Колгуеве наблюдался бесконтрольный рост поголовья. В 2014 году на острове насчитывали 8 тысяч оленей. Тогда как допустимая численность всего 5 тысяч. Животным попросту не хватало корма. В основном все хоры погибли. И все. Сейчас остались одни важники. Сейчас пока развалился. И все. Сельскохозяйственный кооператив «Колгуев», который долгое время считался крупнейшим в Ненинском округе, формально уже распустили. А большинство оленеводов, которые потеряли работу, ушли в недавно созданное на острове крестьянско-фермерское хозяйство. Ему же и передали выживших оленей. Пополнение поголовья – теперь это реальный шанс возродить былую мощь всего Колгуева. Ноги не холодные, Миша? Нормально пока, да. Сейчас будем смотреть остальных. Слегка напуганные, они с осторожностью оглядываются по сторонам. И кажется, что даже 60 минут полета на состоянии оленей никак не отразились. Олени пометим, чтобы их можно было отличать. Все, отпускаем. Ну давай. На акклиматизацию. Первый пошел, вот второй пошел. Этот сейчас тоже уйдет. Животные сделали круг почета и скрылись от глаз журналистов. Оленям дали несколько дней на адаптацию к новым условиям и суровому колгуевскому климату. Затем самцов переведут в общее стадо. Уже там от них ждут того, для чего, собственно, привезли оленей. Главное, конечно, пережить им этот зимний-весенний период. Самый основной, самый тяжелый для оленей. Если они их переживут, скажем, к маю, к середине мая следующего года, мы уже точно будем знать, сколько, какой процент выжил. И если они переживут, скажем, к 90-95 процентов их выживе, то это отличный результат, считаю, будет. Уникальный проект по перебросу животных с материка на остров – это подарок кочевникам колгуева от администрации Неницкого округа. Ведь повод весомый. Жители тундры празднуют День оленя. По прогнозам специалистов, если данный эксперимент признают успешным, то многотысячное стадо на колгуеве получится восстановить в течение всего нескольких лет.